За любовь, за милость, за спасение, Благодарность ты прими от нас. Благодарим, благодарим за твою любовь, Благодарим тебя мы. Благодари, благодари, за Твою любовь благодари. Достой ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. За Твои колгофские страдания, за спасение данное Тобой. И за все Твои благодеяния, сердце пусть всегда звучит хвалом. Благодари, благодари, за Твою любовь благодари. Достой ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Тебя мы благодарим, благодарим, за Твою любовь благодари. Достой ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. За прекрасный дом в глазурном небе, за святую вечность без конца. Пусть звучит сегодня песнь моления, эту песнь поют наши сердца. Благодари, благодари, за Твою любовь благодари. Достой ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Тебя мы благодарим, благодарим, за Твою любовь благодари. Достой ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Достой ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Достой ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Мир вам, братья и сестры. Я от лица братьев приветствую всех находящихся здесь, на этом месте. Членов нашей церкви, гостей, которые пришли посетить нас. Мы приветствуем тех, которые смотрят нас по интернету. Да благословит вас всех Господь. И пусть это служение будет для нашей радости, нашего назидания и для славы нашего Господа. И начиная служение, я прочитаю один хорошо известный нам псалом. Несколько стихов. Это Псалом 94. Придите, воспоем Господу, воскликнем тверденья спасения нашего. Предстанем лицу Его со сладословием и в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог Великий и Царь Великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, приклоним колены пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его и овцы руки Его. Сегодняшний день Господь дал нам для того, чтобы прежде всего прославилось имя Его Святое. Ведь Он наш Бог, а мы народ паствы Его. Пусть же в этот день, в этом служении прославится наш любящий Господь. И мы попросим благословения на этот ход служения, чтобы Господь управил, благословил, чтобы сказал те слова, в которых мы нуждаемся. Пусть имя Господне будет возвеличено в этот час. Ему же за все слава, хвала, поклонение Отцу Сыну Святому Духу. Аминь. Молимся. Боже наш, Святой Вечный и Всемогущий, Тебе поклоняемся, прославляем и величаем Тебя, Господа и Спасителя нашего. Мы благодарны Тебе за этот день, который Ты подарил в жизни нашей, за те благословения, которыми Ты окружил нас. И мы сегодня имеем эту возможность быть на этом святом месте, чтобы поклониться Тебе, чтобы прославить Тебя, воспеть Тебе, нашему Господу, нашему Богу, Господи. Ведь мы народ Твой, народ паствы Твоей, Господь. Управь нами, благослови и сохрани в руке Твоей. Благослови это служение, Господи. Пусть прославится прежде всего имя Твое. Пусть Ты будешь возвеличен, наш Господь, наш Бог, наш Спаситель. Тебе единому, святому и вечному пусть будет слава и хвала. А также, Господи, говори к нашим сердцам те слова, в которых мы нуждаемся, Господь. Скажи нам и объясни Слово Твое, волю Твою, Господь мой. Помоги нам ходить за Тобою с преданным сердцем и служить Тебе, нашему Господу, Спасителю. Благослови весь ход этого служения. Услышь молитвы народа Твое. Пение пусть будет во славе Тебе. И Слово Твое пусть будет живо и действенно. Тебе же, нашему Господу и Спасителю, хвала и слава, честь и поклонение в сердцах народа Твоего. Прославься Ты, возвеличься, любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, дорогие, все вместе скажем слава нашему Господу за этот прекрасный день воскресный. И мы в доме Его, в доме молитвы пред лицом нашего Господа. И будем славить Его пением, споем псалом, словом жизни Господи. О, оживи меня! После общего пения, пение хора номер 222. Словом жизни Господи, о, оживи меня! Дух Святой Утешитель, открой во мне Христа, все свои заботы и всего самого себя. Верой полагаю я всецело на Тебя. Иисус, 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 Иисус! Дух Святой, прошу, принив смиренные сердца! О, прошу, покрой меня теплом любви Отца! Удали сомнения и всяких грех и страх! О, напомни сердцу о священных небесах! Иисус, Иисус, Иисус! О, отец! О, отец! О, отец! Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой! Я хочу с Тобою слиться и дышать Тобой! Ты освобождаешь и даешь душе покой! С радостью окружишь и осветишь путь земной! Царствовать на небе буду вечно я с Тобой! Иисус, 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 Иисус! О, отец! О, отец! О, отец! Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Иисус, Иисус, Иисус. О Отец, О Отец, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Пожалуйста, занимайте свои места сейчас в пении хора. Аплодисменты. ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Богу! Слава 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 Богу! там будет так, что мои очи будут смотреть над этой землей от начала года и до конца года, чтобы давать вам дождь ранний и дождь поздний. Не так, как было в Египте, когда вы воду носили ногами своими. В Египте была большая река Нил, и они там носили воду или в кувшинах, или в ведрах, и они то, что посеяли, они поливали, носили воду своими ногами. А в земле обитованной, в земле израильской, куда Бог их вел, было по-другому. Они зависели от дождей. Бог им давал дождь. Дождь ранний давал, дождь поздний давал. И Бог им говорил, что если вы будете соблюдать мои постановления, мои заповеди, мои законы, ходить в них, жить по ним, то я буду давать вам дождь ранний и дождь поздний, потому что очи мои над этой землей от начала года и до конца года. И вот Бог им говорил, что наблюдайте праздник жатвы, когда вы соберете свои урожаи. Бог также для народа израильского говорил, такие слова я читаю. Это в книге Левит записано, 19 глава, 9-й, 10-й стих. Очень интересно Бог для народа израильского говорил. Оно также и для нас с вами всех касается. Кого-то Бог благословил обильно, кого-то благословил поменьше. И тут написано так, 9-й, 10-й стих. Когда будете сжать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшуюся от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай дочеса, и попавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я, Господь, Бог ваш. Посмотрите, как Бог чудесно позаботился и о бедных народа своего. Те, которые были бедны, те, которые не имели достатка такого. Бог им для народа израильского сказал, что у тех, которых много, у которых большая жатва получилась, обильный урожай. И когда ты это жнешь, не дожинай до конца, а оставь то бедным и те, которые пришельцы, чтобы они воспользовались этим. Что сегодня Божье Слово для нас говорит? Мы видим вокруг нас люди, которые, может быть, бедные, которые не имеют такого достатка. Библия нам говорит, чтобы ты открывал злань свою для бедного, чтобы ты видел те, которые нуждаются, чтобы чем тебя Бог благословил, чтобы ты поделился, благословлял других людей. Бог так чудесно позаботился о народе израильском. И Слово Божие также это для нас говорит. Если ты видишь нужду, если ты видишь проблему или беду другого человека, помоги ему, помоги ему словом, добрым словом, помоги ему материально, чем тебя Господь благословил. В этом Господь заложил великие благословения. Помогая для других, Господь тебя будет благословлять. Слава за это нашему Господу. Библия также нам говорит, что жатвы не может быть из-за некоторых причин и проблем, которые в Библии также указаны. Жатвы не может быть, когда приходит на землю засуха. Приходит такая засуха, что когда люди сеют землю, они ожидают, чтобы что-то получить, но из-за большой засухи нет урожая и нечего жать, нет жатвы. И по этому поводу Бог говорит, я читаю из книги пророка Амоса, такие слова. Это 4 глава, 7 стих. Тут написано, написаны такие слова. Бог говорит, что из-за засухи нет жатвы. 4 глава, 7 и 8 стих я читаю, книги пророка Амоса. И удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы. Проливал дождь на один город и на другой город не проливал дождя. Один участок напаяем был дождем, а другой неокрапляем дождем засыхал. И сходились два-три города в один город, чтобы напиться воды. И не могли досыто напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Были причины, если мы читаем до этого и после этого, мы читаем. Были причины, когда Бог не давал дождя. Бог не давал дождя, потому что народ израильский уклонялся от путей Господних. То, что заповедал Господь, его постановления, его заповеди, жить по его закону. Вот народ израильский уклонялся от этого. Они делали себе идолов, грешили, уклонялись от Господа. И Бог их предостерегал этими засухами. Или может быть сильно дождь был, что наводнения были, смывало урожай. Была засуха, не было жатвы. Они не могли ничего собрать. И вот здесь я прочитал, что Бог говорит, что за три месяца удерживал от вас дождь до вашей жатвы. И это Бог делал с одной целью, чтобы народ израильский глаза свои поднял к небу и чтобы взывали к Богу. Просили Бога, чтобы Бог дал им дождь поздний, чтобы у них была жатва. И вот Бог здесь говорит, что это делал я с одной целью, чтобы вы обратились ко мне. И тут я прочитал слова, и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я делал это, а вы не обратились. Читаю другое место, когда Бог наводил на землю саранчу, жуков, гузенец наводил. И это записано в книге пророка Иоиля. Это в первой главе я читаю. Четвертый стих. Но в начале главы здесь говорится, Бог говорит через пророка. Слушайте это, старцы, слушайте все жители земли. Было ли такое в дни ваши, когда то, что вы хотели собрать, то, что вы сеяли, старались, ждали с терпением, чтобы будет урожай, и не могли это получить. И тут написано, четвертый стих я читаю, книга пророка Иоиля, первая глава, четвертый стих. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки. Да, на это были причины, почему так происходило в народе израильском. И Бог им говорил через пророка, скажите это детям своим, пусть ваши дети скажут своим детям, которые будут. И была причина, что они пустились в пьянство, они пустились в грехи, они сделали себе других богов, они уклонялись от путей Господних, они поступали хуже, чем те народы, которые окружали Израиль. Они поступали намного хуже, и Бог им говорит, что оставшиеся от гусеницы доела саранча, оставшиеся от саранчи доели жуки. Бог специально не давал им физические благословения, чтобы они искали Господа, чтобы они свои взоры, свои глаза поднимали к небесам, чтобы просили Господа. И, как я уже сказал в начале, жатва имеет и духовное значение, сение имеет духовное значение также. Вот мы сидим в собрании, слышим Слово Божие, слышим проповеди, и Слово Божие сеется в наши сердца. Потом придет время, когда должна совершиться жатва. Когда сеется, то обязательно должна быть жатва. Я читаю такое слово, и мы уже настраивать сердца будем, чтобы молиться перед нашим Господом. Это Евангелие от Луки. Другие евангелисты также об этом сказали. А я читаю Евангелие от Луки. Это в 8 главе сказано, когда Христос говорил притчу о семени, которая сеется, о сеятеле. И он четыре рода почвы здесь сказал. Я буду говорить о четвертой роде почв. Это 8 глава Евангелия от Луки. 8 стих читаю. Другие евангелисты написали об этом, что принесло плод в 30, в 60, в 100 крат. Евангелист Лука написал, что принесло плод в старичный. И Христос при этом сказал, что кто имеет душу слышать, дослышит. Вот сегодня в нашем собрании звучит Слово Божие. Пение хора раздается, сольное пение, стихотворение рассказывается. Звучит в этой кафедре Слово Божие. Бог позаботился о том, чтобы Его Слово сеялось. Тогда, когда мы читаем Библию дома, сеется Божье Слово. И здесь я прочитал, что Айное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод в старичный. Очень хорошо, когда мы что-то сеем, и у нас урожай очень хороший, хорошая жатва. Много когда. Мы можем этими благословениями поделиться с другими. И здесь Лука сказал, что приносит плод в старичный. И ученики спросили об этой притче, потому что они не поняли ее. И вот Христос говорит, что вам дано знать тайны Царства Божия. А те, которые слышат, люди прочие, им Слово говорится в притчах. И вот 15 стих в этой же главе написано. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать – дослышит». Пусть Господь благословит всех нас в этом собрании. Все, кто видит и слышит нас сейчас. Чтобы мы были внимательны к Божьему Слову. Божье Слово сеется, как семя в наши сердца. Я здесь прочитал, а упавшие на добрую землю – это те, которые слушают Слово Божие, которые принимают Его, которые хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Разные обстоятельства бывают в нашей жизни. Скорби бывают, проблемы бывают, испытания бывают. Но чтобы мы этот плод приносили в терпении. И Христос при этом сказал – кто имеет уши слышать – дослышит. Пусть Господь благословит всех нас. А мы давайте в этот дарованный час преклоним сердца наши, колени наши и прославим нашего Господа за это Слово. Аминь. Аллилуйя Тебе, Господь! Благодарение и слава Тебе! Боже праведный, вечный и премудрый Господь! Слава Тебе! Аллилуйя Тебе, Господь! Мой Бог, мой великий и дивный Твои дела! Аллилуйя Тебе! Боже праведный, вечный и премудрый Господь! Слава Тебе! Аллилуйя Тебе! Аллилуйя! 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 Ты достоин поклонения Божий вечный, Владыка праведный Господь. Благослови это служение. Слово еще будет говорить. Благослови Господи. Всех служит Господь. Чтобы нам быть очень неважным Слово Твоему Господь. Потому что происходит тень. Потом настолько жертвы. Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе! Достоин Тихвалы и Благодарения. Слава Тебе! Аллилуйя Тебе! Божий вечный, Владыка праведный Господь. Аллилуйя! 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 Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе, наш Небесный Отец В этот воскресный и утрешний час Тебе единому и вечному слава Через Господа нашего Иисуса Христа И Спасителя души нашей Слава Тебе, Господь, за Твои щедроты Милости и благи Твои, Господь Что во всем мы видим милость Твою, руку Твою Слава Тебе, Господь, что Ты позаботился Об нас и физически, Господь И также посылаешь эту духовную пищу Слово Твое, Аллилуйя Тебе, Господь Которое проповедуется Аллилуйя Тебе, Господь, благодарение И хвала Тебе, Божий вечный Благослови, также продли это служение дальше Благослови, кто Слово еще будет Говорить, Господь, всю программу Здесь в нашем служении, Господь Всех слушающих, Господь, чтобы Нам быть очень внимательным к тому, что мы слышим Потому что сейчас происходит Сеяние, потом наступит жатва Когда нам нужно дать отчет за нашу Жизнь прожитую, Божий праведный Тебе за все слава, благодарности, хвала Тебе Вечный Господь, Отец Сын и Дух Святой, Аминь Все вместе во славу Нашего Господа споем псалом Есть край, есть край, отчизна есть Другая Есть край, есть край, отчизна есть Другая, где всем скорбям придет конец Страна небесная, святая Где каждому возложится венец Мы будем там, мы будем рядом, рядом Мы склоним головы Христу на грудь О небо нам подарит Дорог даром и словом ободрить забудь О небо нам подарит Дорог даром и словом ободрить забудь Край необычный, без тревог и горя Звезд нету и не будет никогда Мы пролетим, пускай бушует море Достигнем цели и войдем туда Мы будем там, мы будем рядом, рядом Мы склоним головы Христу на грудь О небо нам подарит Дорог даром и словом ободрить забудь Нет красоты, как в вечном доме Вся красота Иисус Христос Сменил тот венец терновый Обри, обрел венец нам новый Мы будем там, мы будем И он рядом, мы склоним головы Христу на грудь О небо нам подарит Дорог даром и словом ободрить забудь О небо нам подарит Дорог даром и словом ободрить забудь Нас будут ждать у рада чистый Мы бушу сбросим под крестом Оттуда наш начаток жизни В том вечном царстве со Христом Мы будем там, мы будем И он рядом, мы склоним головы Христу на грудь О небо нам подарит Дорог даром и словом ободрить забудь О небо нам подарит Дорог даром и словом ободрить забудь Слава Господу, пожалуйста, занимайте свои места Мы споем псалом Шитейское море Люба расскажет стих И хор споет псалом номер 220 Дорог даром и словом ободрить Дорог даром и словом ободрить забудь Я знаю, что скалы и грозные ветры Ничто перед волей твоей Ну что же так мало Имею я веры Славей-то на час скорбей Славей-то на час скорбей Я знаю, твой голос призывный И нежный меня в пути оподрял Но волны бушуют И гаснет надежда Пред гордыми глыбами скал Пред гордыми глыбами скал Как много препятствий явных искритых Как круто вскипают в полы Житейское море Неравная битва И трудно его переплыть И трудно его переплыть Но страннику помощь в исте Иисусе в руку протянет свою Я знаю, он силен И он не допустит Погибнуть в неравном бою Погибнуть в неравном бою Житейское море шумит И глокочет И мне угрожает волной Слоняясь в молитве Великий мой отче Ты сила моя, будь со мной Ты сила моя, Бог со мной Нас на пытки теперь не ведут Нам открыты и все дороги Ну куда христиане идут Как ступают сегодня их ноги И кому поклоняются те Кто считает себя христовым Душу ли берегут в чистоте Бескорыстно любить ли готовы Нам неведомый страх перед львом Гладиатором на арене Ну насколько мы верны в простом В самом малом Насколько мы верны Не стреляют сегодня в упор Компромиссов не предлагают Ну куда поднимается взор Перед кем свое сердце склоняют Те, чё имя на дланях Христа На Голгофе написано кровью О, насколько душа ли чиста Воздают ли за зло любовью Нас на пытки теперь не ведут На кострах теперь нас не сжигают Но как божьи дети идут Как живут они Как поступают Как живет народ взятый в удел Как используем время свободы Бьет из душ наших жизни ручей Или тонем в суетном болоте Нас этапом в Сибирь не ведут Не считают собрание скверным Но как важно Имеешь земной наш уют Оказаться спасителю верным Аминь 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 за этот день, за эту возможность быть в Доме молитвы и, конечно же, прославлять имя Господа. Сегодня мы, как всегда, в этот час будем молиться за те нужды, которые написали наши друзья, их очень много. И, как обычно, бывает нужд много за детей, за внуков. Сегодня очень много нужд о болезнях, которые посетили наших друзей. Иван Леотеана, 14 глава, читаю такое слово, с 13-14 стиха. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю». Слава нашему Господу! Что мы имеем такого Господа, в Которого можем просить или высказывать свои желания и свои нужды. И Он говорит, «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Наши сегодня друзья нуждаются в том, чтобы Господь явил Свою милость, Своё исцеление. И я прочту некоторые записки, и мы помолимся, чтобы Господь проявил Свою милость к тем семьям или к тем друзьям, которые имеют проблему. Я и моя семья благодарим Бога и Церковь за то, что Бог разрешил все наши проблемы с аппойтментом. В прошлое воскресенье молились слава Господу, брат Валерии. Благодарность Господу, что Он хранил нашу жизнь. Мы прожили с мужем совместно 44 года. Благодарю Господа, что нас Он сохранил, подарил деток и внучат. Слава Ему за всё, сестра Мария. Где вы? Покажитесь, кто вы. О, вижу. Слава Господу. 43 года – это уже очень много. За то, что Бог хранил вашу жизнь. Благодарим Церковь и Господа за услышанную молитву. Дочери сделали операцию, которая прошла успешно. Семья Крюликовских. Слава Богу, конечно. Прошу вознести молитву за исцеление моего зятя Сергея. Уже третью неделю у него высокая температура. Помолитесь за Мишу. Он живёт во Флориде. Очень молодой, прикован к постели. Верит, что Господь исцелит. Конечно же, Миша, будем молиться за тебя, чтобы Господь тебя исцелил. Здесь несколько записок. Пять, шесть, я даже не знаю. Дорогие братья и сёстры, сердечно благодарим Господа и всех вас, кто молился за Павлила Руденко. Операция на сердце прошла благополучно. Просим, чтобы и дальше Господь благословил выздоровление. Здесь написали друзья, которые просят, благодаря Адзо Павла Руденко. Несколько, пять, шесть записок. Кто не знает, он здесь сидит на третьей лавочке. Павел даже не думал, что он попадёт в госпиталь. Помолитесь Господу, чтобы он исцелил мою ногу. Очень воспалилась. Помолитесь Господу за меня, чтобы Господь исцелил меня. Предстоит операция. Помолитесь о моей семье, за сына Виталика, а также за самую меньшую доченьку, чтобы была его во всём воля, Владимир. Помолитесь за мою жену, у неё была операция. Прошло уже месяц, а у неё воспаление. Она очень плохо себя чувствует. Сердечно благодарим нашу Господа. Слава Ему. Молились. Операция у Саши прошла благополучно. Слава Господу. Семья Лаптевых. Помолитесь за нашего сына. Он попал в аварию. Просим помолиться за перелёт дочери. Пожалуйста, помолитесь за мою подругу. Она заболела. Помолитесь за дядю Мищук. Он в больнице в серьёзной ситуации. Помолитесь, чтобы Господь вышел навстречу. Помолитесь за семью моей сестры. Нет мира в доме. Такие проблемы. Благодарим Господа, дорогие молитвенники, за Ирину Моисееву. Пришла в сознание, произнесла три фразы. Правая рука и нога не работают. Просят молиться, чтобы Господь проявил милость. Помолитесь о нашей дочери, об устройстве её жизни. Таких несколько записок. Конечно же, будем молиться за наших сестёр, чтобы Господь устроил их жизни. Также и за братьев некоторых, которые никак не могут определиться в жизни. Помолитесь за Любу, нашу родственницку. Пусть Господь явит милость. Она в реанимации. За мою маму. Плохо себя чувствует. Не пришла в церковь. Помолитесь о муже, моей дочери. Верю в молитвы церкви. Здесь несколько записок за детей, чтобы Господь явил милость, чтобы проявил свою заботу и явил к ним милость, чтобы они покаялись и пришли в церковь и служили Господу. Итак, дорогие друзья, конечно, как обычно, очень много операций. Я думаю, кто-то из вас рядом сидящий, может, кого-то нету, вы позвоните, узнайте. Это, я думаю, ваши друзья, братья, сёстры, которые сидят рядом. Иногда братья, даже руководители ячеек не могут уследить за всем ходом событий. Поэтому, пожалуйста, если кто-то попал в госпиталь, вот как сестра попала в госпиталь, прошла операция, месяц находится в тяжёлом состоянии, может, братья не знают, может, нужна помощь, помочь что-то. Пожалуйста, проявите внимание к своим друзьям, близким, те, которые рядом с вами, чтобы никто не оказался забытым. Потому что мы живём в этой суете и в суетное время, когда каждый озабочен чем-то и пролетает время, и мы даже не замечаем, был человек, нету человека, а говорят, уже умер, похоронили, а мы даже и не знаем. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, посмотрите, сегодня, особенно, когда проходит болезнь, грыб, всякие десятка, больше десятка человек, я насчитал, которые прошла операция. Это наши братья и сёстры. Будем молиться за них, чтобы Господь тебе вел милость. И, конечно же, проявим и свою заботу. Позвоните, узнайте о состоянии ваших братьев, друзей. Поэтому давайте сейчас встанем на наши ноги и попросим Господа, как написано, как я считал, а чего не попросите у Отца во имя моё, то сделаю. Будем молиться. Отец Небесный, благодарение, слава Тебе, честь Тебе и поклонение за Твою милость и любовь, Господи, за то, что Ты есть Господь всемогущий. Ты есть Бог вечный. Ты есть Бог всемогущий. Ты есть Бог чудный. Я прошу Тебя. Во имя Господа Иисуса Христа, Господи, яви милость Твою каждому человеку, Господи. Яви милость и утешение каждой, кто нуждается в Твоей помощи. Господи, Боже мой, я не мог даже запомнить всех тех нужд, которые были прочитаны сегодня, но Ты их знаешь, Ты их слышал, Господи, Боже мой. Я прошу Тебя, Господи, Боже мой, ответь на эти нужды, Господи, на эти просьбы, которые были прочитаны, которые сегодня заявили наши друзья, Господи, Боже мой. Не пройди мимо, Господи, Боже мой. Яви Твою милость, яви Твою благость, Господи, Боже мой. Ава, Отче, Дух Святой, Вечный Бог мой. Ты есть Господь Всемогущий, Ты есть Бог Вечный. Ты есть Тот, Который являет милость и благость, Господи, Боже мой. Ты сказал в Слове Своем, чего не попросите в Отца, во имя Мое, дастся Вам, Господи. Мы просим Тебя, Господи, Боже мой, дая весь милость друзьям нашим, Господи, которые находятся в сложных ситуациях, в болезни, Господи, в переживаниях. Яви милость Твою, Господи, Боже мой. Да прославится имя Твое, Господи. В этих просьбах нужда, которые были выскажены, той сестре, которая может дрожать руки, или о том брате Миша, который прикован к постели, о брате Павла, который на сердце сделали операцию, о сестре, которая уже месяц тяжелой ситуации, Господи, и не видать, когда он выздоровеет, просит муж, Господи, яви милость, не пройди никого, Господи. Да явится милость Твоя, как маленькому ребенку, так и взрослому человеку, Господи, нашим братьям, сестрам. Не пройди, Господи, яви милость и благость Твою, Господи, Боже мой. Да явится Твоя рука исцеляющая, да прикоснешься, Господи, каждому брату, сестре, Господи, Боже мой, который на одро болезни, и да явишь милость и благость Твою, вечный Бог мой. Ибо Ты сказал, чего не попросите в Отца во имя мое. Мы просим во имя Господа Иисуса Христа, яви милость Твою, Отец Небесный, нашим братьям и сестрам. Не пройди, Господи, никого из наших друзей, но яви Твою милость, а также те друзья, которые нуждаются в помощи, вечный Бог мой, яви милость, Господи. То ли в перелете, то ли в поисках работы, Господи, то ли наши братья и сестры, которые еще не определились в жизни, яви милость Твою, Господи. Не пройди никого, Господи. И те друзья, Господи, наши братья и сестры, которые молятся за своих детей, за внуков, да явишь милость Твою, да постучи с сердца их, Господи, Боже мой. За Твою любовь и милость, Господи, за то, что Ты отвечаешь. За эти благодарности, которые сегодня есть, мы приносим Тебе хвалу, слава Тебе, честь Тебе, поклонение, благодарение. Ты достойный хвалы и поклонения. Да благословись, Господи, нашу церковь в Суламиту. И да прославится Твое имя, потому что Ты достойный хвалы, благодарности и поклонения. Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас, дорогие друзья, благослови нас всех, Господь, поучаствовать в материальном служении, пожертвовать от сердца, от души на дело Господне во имя нашего Господа. Споем все вместе псалом «Буду спиваты, славу складаты тому, кто на Христе за мене умер». Буду співати, славу складаты тому, кто на Христе за мене умер. Кто на Волгофе там был распятий, вечное життя и счастье мені дам. Я співаю «Аллилуйя», хай звучит Тоби хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе славить вечно буду я. Тобі одному, Богу святому, Могоя пісня слави і хвали. Ти мій учитель, Творець і хранитель, За вічну любовь я дякую тобі. Я співаю «Аллилуйя», хай звучит Тоби хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе славить вечно буду я. Буду співати, славу складати тому, кто на Христе за мене умер. Хто на Волгофі там був распятий, Вічне життя і счастье мені дам. Я співаю «Аллилуйя», хай звучит Тоби хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе славить вечно буду я. Я співаю «Аллилуйя», хай звучит Тоби хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе славить вечно буду я. Я співаю «Аллилуйя», хай звучит Тоби хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе славить вечно буду я. Пожалуйста, займайте свої міста. Оля Куриленко співає соло і хор співає псалом номер 175. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Хочу я быть Христос з Тобою. Пусть будь мой узкий і тернистий, І в каплях крові Твої чистай. Веди мене своєю тропою. Хочу я быть Христос з Тобою. Хочу я быть Христос з Тобою. Хочу я быть Христос з Тобою. Порою тяжко мне до боли. Нести свій крест земною долей. Христос з Тобою. Хочу я быть Христос з Тобою. Хочу Спаситель быть Христос з Тобою. Хочу Спаситель быть Христос з Тобою. Хочу я быть Христос з Тобою. Придет концу тропа земная, Ты позовешь в обитель рая, И там в отчизне неземной Я буду навсегда с Тобою. Я буду навсегда с Тобою. Я буду навсегда с Тобою. Хочу я быть х calendarят! ПЕСНЯ 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 Слава Господу, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогая церковь! Хороший у нас сегодня день, прекрасный, воскресный день в преддверии праздника, благодарения, когда мы будем возносить Богу хвалу вот с жителями этой страны за все те блага, все те милости, которые Он нам оказывает в материальном плане. Ну и в духовном, конечно. Вообще так устроено в жизни, друзья, что Господь так сделал, что наша духовная жизнь находит свое отражение. Или, скажем так, вот все земные проявления, то ли в природе, то ли в отношениях людей, в социальном плане, в политическом, все находит духовное, есть духовное значение всему. Вот, допустим, сегодня брат Миша говорил о сене и жатве. Люди настолько знают вот этот процесс земледельцы. И вот на этой почве раз, вот тебе и духовный урок, духовный пример. Христос обращал внимание на птиц, на лилии, на животный мир, растительный мир. Обращал внимание на социальные устои, ну, например, вот царь идет на войну или царь делает брачный пир. Вот. Возьмите то, с чем мы все соприкоснулись, это семья, взаимоотношения, отец, мать, дети, значит, дети, родители. И все имеет аналогию в духовном мире, в духовных как раз истинах. И как хорошо, благодаря вот этому мы можем понимать очень многие вещи. Но я хочу один такой пример вам привести, простенький, простенький пример. Вот скажите, вы идете по улице, и вдруг смотрите, допустим, три или четыре человека, вот, не имеет значения, мужчины, женщины смотрят, ну, допустим, вверх. Скажите, вы пройдете мимо или тоже посмотрите вверх? Сто процентов. Ну, разве только вы не заметите, что они смотрят вверх. Но если вы заметили, что они внимательно или в сторону, или куда-то, или вверх что-то рассматривают, ну, не можете вы не посмотреть. А что же это они там такое видят? Потому что, а вдруг это мне тоже нужно? Вы не намерены были, вас ничего никто не интересовало до этого. Но когда вы знаете, что этим заинтересовался кто-то, то у вас обязательно любопытство. Надо посмотреть и себе, что-то там такое кроется. Ну, так вот, друзья мои, если мы так настроены, так понимаем, так устроены, вернее, что если кому-то интересно, то, может быть, это будет интересно и мне, и мне хочется тоже туда посмотреть, куда смотрят другие. Так вот, то, о чем мы говорим уже на протяжении нескольких недель, нескольких воскресений, как раз в этом плане. Если Иисус Христос, Творец миров, это та личность, которую мы любим, правда же? Это та личность, к которой мы неравнодушны, потому что благодаря вот этой личности мы здесь. Мы называемся братьями и сестрами. Именно во имя этой личности. Братья и сестры во Христе. Аллилуйя! Мы стремимся к одной цели. И мы знаем, что когда наша хижина, этот земной наш дом разрушится, у нас есть жилище на небесах, дом неракотворенный, вечный. Потому что на Голговском кресте 2000 лет тому назад была уплочена вот эта цена, чтобы нам купить туда билет, где обитает Он Сам. Чтобы нам открыть туда дорогу. И мы знаем, что цена этого билета, этой дороги, этого разрешения, этого пропуска – это цена его жизни, цена его крови. И он, будучи здесь на земле, друзья, он не просто хотел взять вот так, набрать людей и туда их в небеса. Он хочет их приготовить, этих людей. И мы знаем, что его вот эта планка, его шаблон, вот, его, ну как бы, эталон – это похожесть на него самого. Чтобы люди, которых он наберет, туда кандидатами в Царство Небесное, чтобы они были похожи на него. А для того, чтобы они были похожи на него, он предложил свое учение. Он сам лично, потом вдохновил людей, апостолов. И Писание говорит, что мы утверждены на основании апостолов, пророков, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. За что слава нашему Господу. Итак, о чем же мы говорили, друзья? Иисус Христос отцентрировал наше внимание, внимание учеников, а следовательно, в лице их и всех нас, на царице Савской, которая пришла из далекой страны, преодолела сотни километров, потому что она услышала, что в Израиле там есть человек, особенный царь, необыкновенно мудрый, мудрый, необыкновенно талантлив, благоразумный, прекрасный организатор. И она пришла, чтобы удостовериться в этом лично, чтобы проверить. И она, написано, когда она пришла и увидела всю мудрость Соломона. А вы помните, друзья, что Христос, мы бы не говорили об этой царице Савской, да сколько их было, эти всяких цариц, царей, королей, князей, вот на всех время не хватит, и достойны ли они нашего были бы внимания, но поскольку это Христос сказал, что вот она, и при этом вот такую сопоставил, говорит, вот она пришла послушать мудрости Соломона, но здесь, здесь вот я среди вас, это тот, кто больше Соломона. И поэтому, если царицу Савскую, мы говорили, потрясли некоторые вещи, которые она увидела, то каждый раз мне хочется заострить свое внимание и ваше. Так во Христе эти вещи еще более значимы, еще более важны, и еще большим учит нас во Христе Иисусе то или иное качество. То или иное качество. Мы говорили о том, что она увидела всю мудрость Соломона. Но, друзья мои, ну куда мудрости Соломона? До мудрости Творца миров, Царя царей, Владыки Владык, нашего Господа, Которым устроено все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, все устроено Христом. И здесь мы как-то видели, брат, молодой проповедник показывал нам клип, вот планета, земля, какое она занимает место во Вселенной. Это такая малюсенькая пылиночка. Сколько этих планет, громадных мириад, эти звезды, эти планеты, эти галактики, это все, это такие размеры, это такие же, ну, не знаю, голова не умещает. Но, тем не менее, друзья мои, Бог создал такую букашку человека, который может это умом охватить, может это оценить, и может прийти в неописуемый восторг. И благодарить Бога, что такой Творец обратил внимание вот на такую букашку, на такую, даже не пылинку, ну, не знаю. Потому что по сравнению со Вселенной, ну, кто мы, какую мы площадь занимаем? Но Бог вложил в это ничтожество разум, и мы можем охватить Вселенную своим разумом, можем восторгаться величием творения и еще более восторгаться величием Творца. И вот этот такой величественный, кто больше не сравненно больше Соломона, куда там, с нами рядом, с нами здесь, по верному своему обещанию, где двое или трое, я среди вас, я с вами, во все дни жизни, до скончания века, слава Богу нашему, друзья мои, брат и сестра, он здесь. И тоже вот надо включить вот наш разум, осознать это, включить нашу веру и возблагодарить Бога. Недостоин я, Господи, такого внимания. И тем не менее, ты ее, ты это внимание оказал. Ты являешь твою милость. Слава ему за это. И дом, который она увидела, который он построил, дом. Друзья мои, то, что построил Господь, свое духовное домостроительство, его церковь, это превосходит все архитектурные сооружения, вместе взятые, во все времена, что люди творили, строили, и в том числе и дом Соломона, и храм, который он строил. Ничто в сравнении с тем, что построил наш Господь Иисус. Это его церковь, это его дом, это его храм, это его жилище, и это в то же время, это его невеста, это его возлюбленная, это та, в ком покоится его сердце, кому тяготеется его сущность. Ты даже, может быть, не осознаешь это, душа дорогая. Как ты дорога, как ты желанна в сердцу того, кто умирал за тебя и доказывал такую эту любовь на Колговском кресте. Это надо услышать своим сердцем. Увидеть это своей душой, вот эту глубину, вот этой связи, чтобы никогда, никогда дьявол не смог смутить. Говорит, да ты никому не нужен, да ты никому не нужна, да кто о тебе помнит, кто о тебе знает. Он знает, он помнит, потому что вот так заплатил, вот такую цену. Слава ему за это. Друзья мои дорогие, это нужно постоянно. Недаром апостол Павел говорит, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Потому что, когда я размышляю о Колгове и об этой жертве, я просто считаю, что кощунство с моей стороны допустить мысль, что ему до меня нет дела. Как нет дела? Так рассчитаться за мой грех, такое совершить ради меня, ради тебя, ради каждого из нас, ради своей церкви, и потом сказать, что нет дела. Это дьявольская ложь. Ему есть дело. И слава нашему Господу, что ему есть дело. Он больше заинтересован в спасении твоей моей души, чем ты и я. Сами. Поэтому да будет Господне имя благословено. Значит, мы говорили, пища за его столом. Мы говорили, друзья мои, о жилище его рабов. Последняя проповедь была как раз о жилище. И помните, мы рассуждали о человеке, который был нанят, чтобы проклясть Израиля. И он стоял с вершины горы и смотрел на стан израильского народа внизу. Он видел, ну да, расставленные там рядами палатки, вот эти шатры, вот обветшалые, может быть, заплатанные местами и эти самые шатры, вот, потому что это пустыня, это путешествие, это постоянное передвижение. Но он пришел в такой неописуемый восторг. И он сказал такие прекрасные слова, которые через тысячелетия продолжают звучать так же красиво и так же величественно, когда речь идет о Божьем народе, о его жилищах, Божьего народа. Говорит, как прекрасны шатры твои, Израиль, и жилища твои, Иаков, расстилаются, как долины. Именно, друзья мои, конечно, не о брезентах, не о шкурах, я не знаю, из чего там были сделаны эти палатки, идет речь, и речь идет о тех, кто живет в этих палатках. И почему они такие? Да потому что у них отношения с их Творцом, у них завет с Богом, вечным Творцом миров. И, конечно, друзья, когда Господь хочет привести язычников, этих цариц, царевичей, вельмож, простолюдин в свой дом, в свою церковь, ему очень хочется, чтобы они что-то увидели, увидели то, что видели вот такие люди, как Валаам, чтобы они увидели. А увидеть они могут только в том случае, как мы говорили, когда вот все держится этой уникальной гармонии, вот этого порядка, вот этой красоты, предназначенному Богом плана, его намерения о каждом человеке и о каждой семье. И мы говорили, друзья мои, о том, что, в общем-то, интересно, расстилаются, как долины. Мы говорили, что это смирение. Смирение – это то, что должно быть сущностью каждой семьи, каждого крестьянина. Мы говорили, что они как алойные дерева, этот божественный сад. И Писание говорит и сравнивает насаждение дома. Это семья, это жена, это дети. И там есть еще как кедры ливанские. Мы говорили, что это символ мужа в семье. Вы помните, друзья, что Писание говорит, первый псалом, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, не ходит, нет, не занимается этим. Но в законе Божьем, в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И Писание говорит, и он будет как дерево. Я после собрания, тогда, прошлый раз, когда мы говорили, брат подошел, говорит, ты самое главное о кедре не сказал, о ливанском кедре. Это такое интересное. И он мне рассказал о ливанском кедре. Ты знаешь, что это такое? Вот один доктор или профессор, не знаю, известный, но человек, который в курсе дела, что он говорит, под кронами кедра настолько стерильный воздух, настолько убитый все вот эти микробы, вот эти бактерии и прочее, что можно делать хирургическую операцию без боязни того, что инфекция проникнет там в раны, в открытую и прочее. Не надо, говорит, палаты медицинской, можно делать под кедром, потому что атмосфера, вот это влияние, вот это исходящее от этого царственного дерева настолько вот эффективно. А я вот подумал, ну ничего себе! Так и Висание об этом говорит, что если муж, муж, глава семьи, если в законе Божьем воля его, и в законе он размышляет день и ночь, и он не ходит, не сидит, не ходит, не стоит и не сидит в собрании развратителей, не бродит по этим необъятным сетям интернета, по каким-то сомнительным этим, не занимается по телефону или может быть даже в каких-то личных контактах с сомнительными личностями, с пустотой, бездельем, или еще всякое. Но если вот так он проводит свое, то какое влияние будет в семье? Конечно, никакие греховные поцеллы туда не проникнут. И дети его будут благословены, и жена его будет благословена. И спасешься, как Писание говорит, ты веру в Господа, спасешься ты, и весь дом твой. Мне хочется, друзья мои, ну, не знаю, как-то у нас в пору моей молодости, мои отцы рассказывают, ну, не было такого, чтобы, говорят, ну, и дети, да разные были дети, и в мире было очень много. Приходят, приедут в село, одни старушки, а где их не дети? Где? В мире все были? В мире были. А почему? Вы знаете, Господь не снимает ответственности, совершенно не снимает. Да пусть ты будешь пророк Господен, да будь ты помазанным, да будь ты самим Моисеем, самим Аароном, самим пророком Ильей. Будь Давидом, в конце концов. Но если ты не обращаешь внимания на твою семью, никто этой работы за тебя делать не будешь. И ты будешь пожинать печальные плоды, что дети не хотят ходить в собрания, что у них какие-то сомнительные друзья появились и прочее в этом роде. Бог не снимает ответственности, друзья мои. И поэтому даже великие, святые люди, благословенные Богом в том служении, которое они несли, они терпели большой урон. в своей семье, в лице своих детей. Потому что дети оказывались не теми, кем они, в общем-то, вроде как должны быть. Почему? Потому что недостаточно внимания. Я хотел бы обратиться ко всем отцам, ко всем матерям. Дети – это не побочный продукт. Потому что вот решили пожениться, и там дети пошли. Ну так, оно уже устроено. И теперь не сиди, не стой, сядь, встань, иди, сделай. И другой раз, дети, другого разговора просто нет в семье. Это между отцами и детьми. Но там должна быть дружба. Там должны быть доверительные беседы. Там должно быть много уделяться времени для них, для их неокрепших душ, для этих чистых страничек, куда впишете или вы, или мир впишет свое. У мира есть очень много возможностей вписывать. Много времени. Это школа. Они там проводят большую часть своего времени. А родителям некогда. Им хочется, родителям, на своем уровне, с друзьями еще пообщаться, поговорить, посудачить. А дети так, они мешают. Так вот, этого быть не должно. Этого быть не должно. Сохрани нас и помоги нам, Господь, друзья. Обратите внимание, родители, ваши дети, это ваша, это награда от Господа. Это доверенные Богом, драгоценные души, доверенные вам. Как вы их взрастите для Царствия Божия? Что вы для них сделаете? Просто так, как бурьян. Мы даже вот рассуждали буквально с супругой. Ну, смотрите, посадишь цветочки. Сколько надо внимания? Надо, во-первых, взрыхлить землю. Надо выпалоть бурьяны вот эти вот. Надо их постоянно там наблюдать и пропалывать. Надо поливать. Нужно травить этих вредителей. Столько дел. Это на какое-то, ну, однолетнее вот такое растение. Оно там проявится, вот подсветет на короткое время и все. И столько внимания. А для детей, вроде бы, как будто вот так они сами по себе. Да не получится. Не получится. Помоги нам, Господь, друзья, потому что это очень важно. на жилище рабовьем. Она обратила внимание на жилище. Чем там занимаются, что там делают. И сегодня, сегодня наша тема, ну, у нас время есть. Так получилось, что не сильно много сегодня пели. Так что я думаю, что мы сегодня пройдем. Хотя я взял две, две вещи, на которые она обратила внимание. Это стройность слуг его и одежду их. Стройность слуг. Вот это мне нравится. Мне нравится, друзья, потому что наш Бог – это Бог порядка, Бог гармонии, Бог устройства. Нам тоже нравится стройность, порядок. Вот. И вы знаете, в Священном Писании говорит, вообще-то стройность, организованность – это противоположное. Вот противоположное этому что есть? Халатность, беспорядок, небрежность. Не может получиться стройность, гармония и порядок там, где практикуется небрежность, халатность. Вот такое. Абы как? Абы с рук. Не получится. Нам нравится, когда хор поет стройно. Ну, представьте себе, такой у нас хор, если вы так услышали где-то. Ой, такой хор. Они, правда, поют не стройно, но вы знаете, ну, такой хороший хор. То вы задаете вопрос, так не понял, так что там хорошего? Потому что для хора самое, что они… Это много людей, которые поют, как один человек. Вот интересно, в Израиле, я читал, вот эти высказывания есть, вы можете их найти. Когда беда, когда окружали враги, когда нужно было выступить в проломе, встать, и там есть такое красивое выражение, мне оно нравится, и встал весь Израиль, как, что? Один человек. Вот это да. Это значит, что между ними никаких противоречий. Это значит, что они дышат одним дыханием, биение сердца в один… Ну, в каком плане? Напоены одной целью, значит, направлены, вот единодушно, настроены на победу, на поражение врагов. Ну, вот такое. Нам нравится порядок, нам нравится гармония, нравится организация. Вот, нравится. И это то, что на царицу Савскую произвело впечатление. Мне как-то один человек говорит так, это была женщина, ну, неважно. Говорит, а не кажется ли вам, что вы слишком много внимания уделяете на внешность? Вот такое вы хотите, чтобы так вот пышно у вас было, чтобы собрания такие вот как-то вот всё, всё ничего лишнего, ничего вот, никакой лишней беготни, всё вот так вот внешне. А надо вот… Я говорю, а что надо? Ну, как? Надо, чтобы вот духовно. Я у неё спрашиваю, неужели одно мешает другому? Это что, одно исключает другое или оно одно дополнение? Ополняет другое. Ну, понятное дело, когда хозяйка стоит за плитой и готовит кушать, то, конечно, если семья ожидает и хочет покушать, то самое главное, чтобы была вкусная еда, которую она готовит. Но неужели мешает это хозяйке ещё быть опрятно одетой, ещё быть причесанной, вот, ещё быть, ну, опрятной, скажем так. Разве одно мешает другому? Конечно, не мешает. Наоборот, оно ещё больше подчёркивает то важное дело, которое она делает. То же самое и в Церкви Господней. Конечно, самое главное, чтобы здесь царила любовь, чтобы было согласие, чтобы мы замечали нужды святых, чтобы мы несли эти нужды. Но если при этом ещё и всё красиво организовано, а разве что это мешает? Конечно, нет. Мы знаем, друзья мои, что Господь, Господь сам есть Бог порядка. Вы знаете, как же Он устроил всё гармонично, как в этом, в космосе, то, что мы уже говорили, как всё, как всё чётко идёт, как планеты, эти звёзды, эти миры, всё это движется по своим орбитам, ничего друг другу не мешаем. Всё это действительно вызывает неописуемый восторг от тех, кто смотрит, наблюдает и радуется. Царица Савская увидела гармонию, увидела стройность, увидела организацию. Ей это очень понравилось. И она ещё увидела одежду его слух. Как тут много можно говорить на эту тему. И первое, конечно же, первое, что мы скажем, друзья мои, всё-таки церковь это не клуб для развлечений. Это не место, где показывать своё, пускай красивое, но тело, физическое тело, обнажённое. Это не это место. Это здесь, где люди приходят проставлять Бога, где люди в смирении склоняются перед величием Творца, где люди призваны, уважать, почитать друг друга и поступать по любви по отношению друг к другу. Конечно, друзья мои, дорогие, мне хочется вот взывать как-то к трезвости, к здравости каждого на них внимания. Их можно понять, но в то же время понять, но не одобрить. Священное Писание призывает всех нас без исключения иметь страх Божий, быть целомудренными, быть чистыми и душой, и телом. Я ещё удивляюсь замужние, которые уже, в общем-то, уже, ну, выбор уже сделан, он уже замужем. И в то же самое время вот такая продолжается демонстрация, ну, своих, своей физической, так скажем, красоты. Прибереги себя для мужа твоего, ведь он тебя, вот он у тебя единственный, и не повтори, для него. Зачем для других, для остальных? Но мне хочется ещё и старшим сказать, вы знаете, что Священное Писание говорит, чтобы и старицы также одевались, были, написано, целомудренными, и тоже одевались, как прилично святы. Старицы, вы не думали об этом, что вам тоже нужно быть целомудренными? Вот и старцы, и старицы, быть целомудренными и одеваться, как прилично. Мы, интересно, что на Братском у нас, ну, такой разговор, зашла за эту тему, и многие братья вот на этот вопрос, мне говорят, ну, вопрос-то, молодёжи понятно, ну, а старицы как? Ну, было сказано, есть любители и в старшем возрасте показать своё тело. Ну, как правило, это не так уж много, но есть другая крайность, это когда человек опускается, это когда человек уже не смотрит за собой. Всё-таки старцы и старицы, вы, то, что вы постарели, то, что мы постарели, я тоже постарел, мы не перестаём быть царскими детьми, детьми Бога, царя царей. Аминь. И поэтому царские дети должны и одеваться соответствующим образом. Это значит, что нужно следить за своим телом, за своей гигиеной, одеваться так, чтобы никаких не было неприятных запахов, менять одежду. Ну, это нормально. Интересно, друзья, вот я обратил внимание, вот как прилично святым, посмотрел, что же оно значит в оригинале. И вы знаете, что там написано? Я был удивлён. Это не просто как прилично святым, оно так значит, звучит в оригинале. Это поведение, достойное священного места. Очень хорошо сказано. Это поведение, достойное священного места. Это значит, это значит, будем говорить открытым текстом, это не только относится одежды, это относится и поведение. Это относится, вы знаете, вот сейчас утром люди обычно воздерживаются от еды, вот в собрании, но вечером уже все хорошо, плотно покушают, там и чеснок, там и лук, там и ещё. И вот так сядешь, рядышком сядет и вот так тебе говорит, и хоть противогаз одевай. то нужно учитывать тот факт, что ты не один и что этот чесночный запах может быть не всем так нравится. Вы знаете, мы когда у нас такие иногда бывают встречи Орегоновского совета, и мы выезжаем один раз в год, значит, туда к океану, там снимают кем, ну и так братья общаются между собой и всё, и там привозят чеснок. Чеснок привозят с собой, там кормят, но и привозят с собой брать, значит, друзья, чеснок, там есть, ну кое-какие продукты и говорят так, или кушаем все, или никто. Это значит, что только таким образом можно избежать вот таких неприятных ощущений. Так что, друзья мои дорогие, поведение, ещё раз, достойное священного места. Это так же. Ну, смотрите, священное место. Дети, наши дети, маленькие дети, мы их приучаем, мы кормим их на собрании. Это наше сокровище, наше всё. Но поймите, я как-то разговаривал тоже с молодыми папами, мамами, и они считают, многие из них считают, что корми детей в собрании. Мы не говорим о младенцах, о младенцах. Мы говорим уже о таких детях, которые два часа точно могут не есть. То есть, они уже бегают, они уже понимают. И постоянно им мамы там подкармливают их, чтобы они спокойно сидели. Там эти крошки, там эти чипсы, там это всё, там напитки, всё это на скамеечках, всё это бывает. И вы знаете, друзья мои, это, ну, не настолько жал. Мы говорим, да, скамейки можно. Да ладно уже с этими скамейками. Почистится, не почистится, поменяются когда-нибудь. Дело в другом, что если ребёнок привыкает есть в собрании, и вы вдруг захотите ему в следующий раз не дать, как вы ему объясните, что тогда можно было, теперь уже нельзя? Он будет негодовать, он будет возмущаться. Почему? Потому что так не бывает, что сегодня можно, а завтра уже нельзя. Сегодня я ел, или вчера я ел, или прошлое воскресенье. Сегодня мне уже мама не даёт. Поэтому скандалы, поэтому вот такое. Друзья мои, приучайте, это святое место. Поэтому как прилично святым это поведение достойное, лишнее хождение, разговоры, вот, и прочие вещи. Научи нас, Господь. Дело в том, что когда царица Савская пришла, она на это обратила внимание. И когда Господь приводит случайных людей в свой дом. мне о том, что детей кормят во время собраний, вот это вот всё сказал даже одна женщина. Она приближённая, она просто стала посещать собрание. Говорит, я не понимаю, а что в церкви? Она знает, что в православной церкви, она была, это преступление, это никогда такого не было, чтобы вот так кто-то ел. говорит, а это у вас как оно, как церковь тоже считается? Я говорю, ну да, у нас церковь. Поэтому помоги нам, Господь, это понять. Значит, одежду их, одежду их. Друзья, я про одежду, я хочу поговорить обстоятельно, очень, это очень важно. Только уже, мы так поговорили, физическая одежда. Больше всего вопроса, вот мы, когда делаем опрос, вечером сегодня снова будем собираться, то как раз, друзья, вот особенно постарше, вопрос одежды, это вопрос номер один. Второй вопрос номер, вопрос номер два, это уровень звука. Так что, наши дорогие, уважаемые, на пульте там, люди очень боятся громкого звука в церкви. Говорит, последний слух мы потеряем, если наши друзья не уменьшат его. Мы и так плохо слышим, а тут еще столько звука бывает, когда особенно играет оркестра, так что потише, нормально, все слышат, замечательно, не надо так громко. Но, сегодня мне хочется поговорить о духовном аспекте одежды. Это очень важно. Смотрите, какое прекрасное слово написано пророка Исаии, 52, 1. Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет входить в тебя необрезанный, нечистый, и так дальше. Вот в песне, песней, есть такое очень хорошее выражение. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, и, внимание, благоухание одежды твоей, подобно благоуханию Ливана. Так что Бог на одежду, на духовную одежду обращает особое внимание. Он призывает народ, у тебя есть одежда, церковь дорогая, невеста моя, у тебя необыкновенная одежда, оденься в нее, оденься. Я ожидаю, чтобы ты облеклась. Это одежда величия, это одежда славы, это одежда красоты. Оденься в эту одежду. Оденься в эту одежду. Конечно, друзья, мы даже знаем по жизни, что то, что нравится одному, не нравится другому. Допустим, вы можете, молодые люди, девушки, одевать одежду, мама там в ужасе, что ты делаешь? Да не одевай-то это, оно тебе не идет, не, не, оно мне идет, красота, мне так нравится. Потом вы станете мамами и тоже будете сами, самое говорить своим детям, своим дочерям, которые тоже вас будут не слушать и считать, что вы отстали от жизни, вот и у вас никакого правильного вкуса нет. Но все-таки старшие имеют вкус, имеют, поверьте. Но тем не менее, друзья, или тем более, имеют вкус и понятие, что такое красивая одежда, сам Бог. И когда Бог говорит, облекись в одежду твоего величия, в одежду славы твоей, то, поверьте, Он знает, что Он говорит. И эта одежда, это та, которую Он сам ее дал своей невесте. Я не знаю, здесь, я не в курсе дела, вообще-то здесь невесту-жених покупает невесте или нет. Потому что у нас там было, это должен жених покупать платье. У нас там было так. Я не знаю, это на всех местностях так было или нет. Так что я своей невесте, моей супруге, покупал сам платье. Как-то случайно так получилось, что как раз на нее подошло. Но Бог тоже своей невесте сам никому не доверяет, сам определил наряд. Друзья мои, дело в том, что его невеста склонна тащить на себя свою надежду, какую она себе воображает. И эта одежда называется собственная праведность. Праведность. Собственная праведность. Это та одежда, которую Бог категорически желает, чтобы она и ею вообще выбросила и никогда не пользовалась. Собственная праведность. Вот смотрите, что говорит Священное Писание. «Все мы сделались, как нечистый». Это Исаия 64, 6. «И вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист. И беззаконие наши, как ветер, уносят вас». Вы слышите? Вся наша... Это пророческое слово. Это Бог говорит, что праведность человеческая, как запачканная одежда. В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит, «Если ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, вы в Царствие Небесное не войдете». А помните, какая праведность была у книжников и фарисеев? Апостол Павел говорит, что они силились поставить собственную праведность во главу угла. Они хотели поставить... То есть, они одевались в собственную праведность. И поэтому в Священное Писание говорит, Христос говорит, «А если вы так будете, то вы в Царство Небесное не войдете». Вот так. Не войдете в Царство Небесное. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Вы знаете пример из притчи, которую привел Христос человек в небрачной одежде. Пришел человек, зашел на пир, думает, ну, хорошо я одет, нормально. Другие как-то все одинаковые, а у меня вот я отличаюсь, у меня хорошо все. Что это такое, друзья? Почему она вызывает одежда, собственная праведность, вызывает такое ненадавание и такой Божий гнев? Что даже, говорит, свяжите этому человеку руки, он же сам пригласил, он пришел. Царь пригласил. Все, говорит, кого только найдете. Но дело в том, что все были переодеты, которые приходили. А вот этот посчитал, что у него одежда неплохая. Это им надо переодеваться. Вот этим бандитам, вот этим наркоманам бывшим, вот этим, да, им, пускай их Господь оправдывает. А меня-то в чем оправдывает? Не курю, не пью, с детства верующий, вот, ну, в чем меня, в чем меня-то оправдывать-то? А бы еще все такие были, как я. Собственная праведность. Почему она так ненавистна, так отвратительна в глазах Бога? Потому что она, внимание, потому что вот эта собственная праведность упраздняет крест Христа. Она обесценивает кровь Иисуса. Она делает бесполезной жертву и вообще весь приход на землю делает бессмысленным. Я могу и без этого. Я прекрасно живу. Все у меня нормально. Я не хуже, а то и намного лучше других. Если спасутся вот те, и те, и те, то я тем более спасусь, потому что у меня все нормально. Друзья мои, оно действительно, человек сам по себе может быть хорошим. Мы не то, что говорим, что вот они обманывают, они на самом деле злые люди, плохие, но вот думают, что они хорошие. Да нет, Иисус Христос говорит, идите, кого только найдете. Зовите кого? И злых, и каких? И добрых. То есть мир делится на две категории. На злых людей. Это убийцы, это воры, это грабители. И на добрых людей. Это порядочные люди. Которые слезу могут пустить, умиление. И дать какую-то на Африку, что-то пожертвовать или дать. И помочь соседу. Хорошие люди, но они не нуждаются во Христе. Они нуждаются в оправдании Бога, от Бога Которая. В прощении грехов своих они нуждаются, потому что они их не видят, не находят этих самых грехов, потому что в их понятии грехи это только убить и украсть. Ну, курить и пить. А я же этого не делаю. И как бывает, друзья мои, незаметно христианин переходит точно на такой же уровень. И тоже, а что у меня такого? У меня все нормально. Ничего такого особенного нет. И получается, что Христос вроде бы как и не нужен. Его жертва, его кровь, его прощение, все это кому-то, но это не для меня. Существует, друзья мои, вот эта одежда праведности Христовой. Но этот человек, который одет в свою собственную праведность, он в ней не нуждается. И таким образом оскорбляет Бога и весь смысл прихода Бога на эту землю. Одежда, собственная праведность. От нее нужно избавляться. Но существуют две другие праведности. Две, заметьте, две. Мы как-то говорили об этом, но поскольку у нас, я думаю, что и вы помните мою проповедь, а может быть и нет, но тема наша, что царица обратила внимание на одежду. Так я думаю, что Христос обязательно хочет обратить внимание кого-то, во что одеты его дети, как одеты его дети, его слуги, его рабы. Писание говорит, вот смотрите, в песне песней, не боится стужи невеста, не боится стужи жена Анца для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. А вот о двойных одеждах мы обязательно поговорим в следующий раз. А сейчас, друзья мои дорогие, то, что мы услышали, то, чему хочет нас научить Господь, то давайте мы примем к сердцу своему, к сведению своему, осознаем то, что наша зависимость от Бога очень великая. Может быть, кто-то, я же говорю, еще так надеется на то, что у него как-то все. Мы только нуждаемся в нем и только в нем одном. Если мы были соблазном в нашем домах, если мы недостаточно делали то, на что Бог призвал, может быть, не были священниками в своем доме, в своей семье, в своей семье. Вы знаете, один браток в вопросе, когда мы по понедельникам, ну, вечером мы делаем, сегодня тоже будет встреча, то написал, вот, не понимаю, где написано, что муж священник в доме свое. Если он священник, то он должен делать хлебопреломление. Вот, объясните и все. Вот всем объясняю. Он священник по определению, по той позиции, которую Бог поставил его, уподобив себя, его, вернее, себе. Потому что невеста, жена – это прообраз церкви. Муж – прообраз Христа, а Христос – священник. Поэтому вот ту ответственность, вот тот высокий ранг, который Бог ему вручил, он должен это осознавать и понимать. Да, действительно, его, он отвечает за семью, он отвечает за жену и за детей, у него отношения с Богом, он получает от Бога откровения, потому что Писание говорит, что если вы будете суровы к вашим женам, если вы будете поступать плохо, то у вас будет препятствие в молитве. Что это такое препятствие в молитве? Да отношения с Богом нарушаются, да Бог перестает отвечать, Бог перестает руководить этим человеком, он перестает получать откровения от Бога. и начинает делать так, как ему заблагорассудится. А там уже начинаются проблемы. Поэтому муж обязан иметь с Богом отношение. Иметь с Богом отношение – это было дело священников. Дело священников. Муж – священник в своем доме. Пусть Господь благословит. Давайте мы помолимся и откроем свое сердце перед Богом. Аминь. 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 Роя длива. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Христос мой Бог, мой Спаситель, за этот замечательный день, за Слово Твое благодарю Тебя, за Евангелие, благодарю за кровь пролитую Твою на Голговском кресте, благодарю за Духа Святого, которым Ты крестил нас, соединив Господи в одно тело Твое, тело Церкви, невесты Твоей. Слава Тебе, мой Господь! Я благодарю Тебя, Боже, что Ты продолжаешь вести Твой народ, учить Твой народ. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, что столь высоким доверием Ты относишься, Господи, к нам. Ты вручил, Господь, в немощные людские руки эти сокровища души, этих деток. Господи, и я умоляю, дай, чтобы каждый отец и каждая мать со всей ответственностью поняли, Господи, что это Твои души, это Твоя, Господи, Твой дар, Твой подарок от Тебя, Господь, дети, которым Ты даруешь нашим друзьям. Чтобы, Господи, каждый уделял, каждой семье уделялось достаточно внимания этим неутвержденным, неопытным, беззащитным, Господи, созданием, которое Ты доверил в немощные человеческие руки. Благослови, Господь, отцов и матерей, исполняй свое служение. А также, милосердный, любящий пастырь, научи нас, Господи Божий, одеваться в Доме Твоем. Одеваться в одежды величия Твоего, Господи, о которых мы еще будем рассуждать. Благослови, Господь, каждую душу. Боже, она дорога для Тебя. Это цена Твоей крови, это цена Твоих страданий, Господь. И дай, чтобы никоим образом дьявол не смутил, не навел, Господи, на мысли и на размышления, что ненужные, заброшенные, оставленные, Господи, кто-то остается вне Твоего внимания, Твоей любви и Твоей заботы. Сохрани нас, Господи, на пути веры, на твердом основании, которым являешься Ты, Твое Слово, Твое прекрасное учение. Благослови, Господь, всю церковь нашу, Суламиту. Это Твой народ, это Твои дети Тобой искуплены. Благослови, Господь, предстоящий праздник, который будет в четверг. Благослови также, Господи, среди этой недели все мероприятия, которые будут. И мы, когда разойдемся, храни нас, Господи, в путях, дорогах, и будь прославлен, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, насущный, как и на небе. Друзья, очень важное объявление, можете сесть пока. Значит, вы в курсе дела, что у нас в четверг, это уже стало нашей традицией, потому что сколько мы в Америке, столько мы в четверг, вместе с народом этой земли, которые любезно нас приняли. Вот мы не обижаемся на эту страну, потому что мы имеем все, что у нас есть. И хлеб, и до хлеба, как говорится, и крыша над головой, и одежда, все правильно. Аминь. И мы хотим прославить Господа, поблагодарить. И в то же время мы соединяем этот праздник и с праздником Днем Жатвы, День Благодарения с Днем Жатвы. То есть христиане, тоже по прекрасной, хорошей традиции, оно оттуда, корни еще из Ветхого Завета, вот, благодарят Бога за все, что они получили. В принципе, это одна тема, это одно направление. Ну вот, в четверг мы делаем выходной день, и очень хорошо. Каждый раз, каждый раз есть люди, которые очень усердно в этом деле работают. Это наши сестры, это Надя, это Люба, это другие наши сестрички, которые, и братья, которые стараются сделать здесь красиво. И они действительно делают красиво. Но для того, чтобы сделать это красиво, вы молитесь о них, чтобы их Господь благословлял и воздавал милостью Своею. Но нужно принести, и как обычно, до четверга, начиная уже сегодня вечером, можно приносить. Я, правда, не знаю, куда их складывать, может быть, в ту комнатку. Значит, фрукты и овощи. Лучшего качества. Значит, отменные, потому что они могут... У нас, вы знаете, что с четверга, оно еще остается на воскресенье. Вот наш праздник продолжается, мы благодарим Господа. Вот, то если оно быстро там портится, то это же не очень хорошо. Отменного качества должны приносить для украшения витрины. Значит, если вы приносите хлебобулочные изделия, то нужно приносить по паре. Ну, что-то там у них замысл какой-то. То есть, если вы хотите приносить буханку хлеба или булочку, то приносите их две. Или принесите их восемь, чтобы оно делилось на двое. Ну, как-то вот так, чтобы по паре было. Значит, в среду вечером в церкви нужны люди работать на украшения в церкви. Добровольцы. Вот тут-то вы уже каждый может приложить и свою руку. Кто желает прийти в среду вечером, служения у нас вечером в среду не будет. Вы знаете. Потому что будет в четверг на 11 часов дня будет служение праздничное, торжественное. Но в среду нужно это все дело украсить. Вот так. Дальше. Значит, вечером у нас будет служение, как обычно. Будут вести молодежь. И два участка собирается. Это восьмой участок Ашлабан Виктор и двадцать пятый участок Зосим Павел. Вроде так. Правильно. Значит, мы сегодня будем молиться за именинников. Так что, приготовьтесь. И желают, значит, семья Лапинскас, Гедемас и Ира, Гедеминус и Ира, желают помолиться за ребенка. И у нас еще печальная, печальная новость. Вы помните, мы молились за маленькую девочку, которая родилась в семье Василюк у Сережи и Лины. Вот эту девочку они назвали Анитой. Она прожила всего месяц. Они оперировали, все, но умерла она. Умерла и завтра будут похороны. В Ванкувере на 112, там, где обычно, 12.30. Это в здании. Будет короткое служение, где-то час или полтора. И потом уже вынесут туда, на кладбище. Это там рядышком. Поэтому все, кто может прийти, пожалуйста, приходите. Выражаем свое соболезнование всем родным и близким. Ну и особенно, конечно, Сереже и Лине. Пусть Господь их утешит. Молитесь о них, чтобы Господь их подкрепил и утешил. Ну а сейчас, пожалуйста, кто именинники, именинники, кто родился в этом месяце, давайте, проходите. Мы за вас помолимся. И также, кто хотел помолиться за ребенка, тоже можете пройти. Именинники, пожалуйста, я жду. И, друзья, значит, школы русского языка в среду, ну, понятно, что не будет тоже. Так что, так что вы были в курсе дела. Ну что, друзья, давайте, проходите. Проходите, именинники все, пожалуйста. Мы за вас помолимся. Мы вас благословим. Вот. Пожелания вам скажем. Вот, Витя, уже иди пожелания, говорите. Не? А, окей. Не хочу пожеланий сказать. А зря. У меня есть желание, у меня есть желание задать первый вопрос к тем, у которых сегодня день рождения. Так, Таня, у тебя сегодня день рождения. Как тебе повезло? Надо же, прямо вот в этот же день. Ну, что ты пожелаешь для себя и для всех именинников. Вот. И считаешь, самое главное это должно быть. Иметь. Ну, что я пожелаю? Всех, всем здоровья, Божьего благословения, чтобы все... Одну секунду. Микрофончик дайте туда. Держать? Да, повторяю. Божьего благословения всем. Здоровья всем желаю. Самое главное, я считаю, чтобы мы достигли вечности, были все вместе там, на небесах. Это самое главное мое желание. Там, как Бог даст уже. А там уже, как Бог даст. Как Бог даст уже. Хороший, хороший, пожалуй, на небесах. И только, Валя, мы знаем, что вот у тебя такая трагедия произошла, и мы с тобой скорбели вместе, молились. Вот. Но Господь определил это звать твоего супруга. Ну, что ты, вот, пережив все это, ты можешь пожелать для всех именинников, для себя. Я тоже желаю всем здоровья, благословений. И тоже желаю и себе, и всем, чтобы мы все достигли вечности. Все были верны Богу, оставались до конца верны Ему. Безвечности никак, потому что иначе, как мы встретимся там с нашими друзьями? У кого еще день рождения сегодня? Иосиф, мне сказали, что у тебя день рождения. А, завтра. Какая досада. Ну, ничего. Раз уже ты, давай скажи. Я просто хотел бы пожелать для всех, чтобы не остановились на середине пути, а продолжали до конца жизни. Хорошее пожелание. Ни коем случае по серединке пути. Вот, вот это красота. Как тебя зовут? Эвника. Эвника? Эвника, сколько тебе лет? Десять. А, а твоя фамилия как? Ригеза. Как? Ригеза. А, как маму зовут? Оля. Ага. Так, у тебя уже было день рождения или будет? Было. Было уже, да? И как этот день прошел? Хорошо. Было много гостей? Да. Такие же, как ты были детки или были взрослые? Такие, как я. И что вы делали? Играли игры. А что тебе подарили? Самое такое, что тебе понравилось? Мне все понравилось. Правильно, чтобы никого не обидеть. А что ты хочешь вот пожелать для всех именинников? Чтобы всегда оставались в полном. Очень, очень хорошее пожелание. Спасибо, Эвника. Ну, ты так красиво одет. У тебя какой-то праздник сегодня? Завтра будет. А что у тебя завтра будет? День рождения. Ага. А ты вот очень красиво смотришься. Так вот, девочка сказала, чтобы нам оставаться с Господом. Эвника. Эвника, да? Вот, ты можешь объяснить, как вот, чтобы с Господом оставаться? Что нужно делать для этого? Я думаю, молиться и верить Ему. Правильно. Как тебя зовут? Ростислав. И фамилия твоя? Жеченя. О, очень хороший, очень правильный ответ. Ну что, кого мы еще спросим? Девочку или мальчика? Тебе сколько лет? Двенадцать. Двенадцать, да? И тебя как зовут, фамилия твоя? Анюта Крульковская. А, Крульковская. Людочка, а ты думаешь, вот, если дети слушаются родителей, Богу это нравится? Очень нравится. Очень даже нравится. Да. А как у тебя с этим? Хорошо. Хорошо, да? Твой папа Коля. Да. Он это может подтвердить. Да. Ты слушаешь. Да. Ой, молодец. Слушаюсь. Хорошо. Таня, пожелай что-нибудь для именинников. Ну, конечно, здоровья, благословения и так исчислять наши мудрые дни, чтобы достичь вечной жизни. Ну, и последний вопрос. Оля, ты кормишь с русского магазина тут многих, может быть, что-то от тебя многие знают и по русскому магазину. Что ты пожелаешь? Мира в семьях и в сердце. Хорошее пожелание. Мир в сердце и в семье. Но дело в том, что за мир нужно бороться. Правильно? Мир просто так. Так, у нас еще вот прекрасная семья молодая. У них награда от Господа. Как его зовут и что вы хотите от Бога? Его назвали Джонатан и хотели, чтобы церковь помолилась, плавилась его и нас. Ага. Мама? Согласна с мужем? Ну, то пошло от себя. Мудрости воспитать его. Мудрости, чтобы воспитать. Если будете с Господом в общении, обязательно у вас это получится. Может, дедушка возьмешь внука? Да? Не хочешь? Ну, хорошо. Друзья, давайте мы сделаем так. Помолимся за этого прекрасного мальчика. Пусть Господь благословит, взрастит для своей славы. И во второй части молитвы благословим всех именинников. Помолимся. Смотрите-ка, сколько их много. Они все, это наши друзья, прекрасные, благословенные Бога. Будете плакать? Милосердный Господь, я благодарю Тебя за моих друзей. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты наградил их этим прекрасным сыном, которого они передают в Твои надежные, могучие руки. Боже, благослови этого мальчика. Взрасти во славу Твою, Господь. Родителям дай мудрость, и как они и пожелали воспитать их в учении Твоем. Мы просим Тебя, Господь, Ты сохрани от несчастных случаев, от болезней, от катастроф, аварий. Сохрани, Господь, эту семью, этот дом и также этого сына ихнего. И пусть он возрастет во славу Твою, Господь. И Ты, чтобы был прославлен через его жизнь и служение как христианина во славу Твою. Боже, благослови этот дом и будь прославлен наш Бог во веки. Аминь. Пусть Господь благословит вашего сына. А также, милосердный Господь, я благодарю Тебя за моих друзей, за именинников, которые, Господи, вот они все перед нами. Ты видишь, от самых малолетних до самых седовласых благослови Ты их. Они все понимают, Господи, самые маленькие понимают, что нужна мудрость от Тебя, что нужно следовать за Тобою, что нужно быть на пути Твоем, чтобы не отступить, не бросить на полдороги следование за Тобою. Поэтому, Господь, мы просим Тебя, первое, степенное и важное, чтобы никто из них не лишился спасения Твоего, чтобы никто из них не был прещен дьяволом, не был прещен этим миром, но чтобы все сохранили верность Тебе, Господи, и свой путь следования за Тобою до конца совершили. Благослови их в этом. Благослови также, Господи, их здоровьем физическим. Ну как же без здоровья? Мы так нуждаемся в этом, Господь. Это самое главное богатство на этой земле, Иисус. После Царства Твоего это физическое здоровье. Поэтому дай физическое здоровье всем моим друзьям. Благослови их также материальными благами, чтобы они ни в чем не нуждались, милосердный Господь. А также благослови, Господи, все то, что у них на сердце. Может быть, какие-то проблемы, какие-то нужды, переживания, волнения, Иисус, в этот такой прекрасный день, когда мы молимся, вся церковь о наших именинниках, Господи, разреши их проблемы, разреши их все вопросы жизненные. Тебе же, Господу нашему, за этот замечательный, прекрасный, воскресный день донесется хвала Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.